Итак, у нас сегодня сдвоенная лекция, будет два урока, и мы будем продолжать разбираться с наследием Айзенмана, как ключевой с точки зрения именно эстетики фигуры для этого вида искусства, потому что это не просто архитектор, это человек, который предложил совершенно новый подход к архитектуре, в принципе, как таковой, как архитектуре. Я сегодня-таки принес его книгу, она издана в этом году, до этого в России не было текстов Айзенмана объемного на русском языке. Книга действительно абсолютно уникальная, она называется «Десять канонических зданий второй половины 20 века, 1950-го по 2000 год». И именно в этой книге Айзенман позиционирует свою ключевую идею, идею о пристальном чтении. То есть он рассматривает архитектурное произведение как текст. Он принципиально подходит к этому вопросу, что архитектуру нельзя смотреть просто с точки зрения красиво-некрасиво, как некий факт природы, как водопад, как дерево и так далее. Этот текст, который, если его создает, его создает мастер, то этот текст функционирует абсолютно тем же самым законом, что и функционирует текст литературно. Более того, в большинстве случаев он рассматривает произведение архитектуры даже как литературный, а как критический текст, что весьма примечательно. То есть это именно либо социальная критика, либо философская критика, либо критика как таковая традиция. Здесь, заметьте, слово очень важное – «10 канонических». Мы всегда привыкли, что каноническое – это нечто предельно замкнутое в себе, не способное к развитию. Канон – это то, что сохраняется в неизменности. Так вот, Айзенман, как деконструктивист, выдвигает принципиально идею, идею совершенно потрясающую. Представьте себе, что нечто появляется в контексте истории на определенном ее этапе, и оно фиксируется, замыкается, оно превращается в канон. Мы уже с вами рассматривали на первых лекциях, насколько радикально культура меняется в процессе ее развития. То есть все меняется, а канон остается неизменным. Таким образом, именно канон в наибольшей степени в каком-то смысле подвергается изменению. То есть в каноне скрыт юридический элемент, опять же термин Айзенмана, взрывающий его же изнутри. Мы это сегодня рассмотрим на нескольких примерах. Ну, представьте себе, что какая-нибудь рыба возникла в воде и приспособлена была для этого. И неожиданно вся вода высыхает, эта рыба каким-то образом не адаптировалась и не умирала. То есть у нас будет самая странная ящерица, какую только можно себе представить. Вот как мыслит канон Айзенман. То есть канон – это очень противоречивое явление. Избранные здесь им 10 зданий интересно с той точки зрения, что он показывает, как каждый из них, следуя канону, взламывает канон. Это не всегда построенные здания. Для архитектора тут разницы нет никакой. Архитектор делает проект. Поэтому здесь, например, у величайшего архитектора 20 века, самого известного, Ле Корбюзье, он рассматривает его последнее произведение. Это проект. Он не был построен. И интересен набор произведений. То есть это не как мы привыкли, когда 10 – значит 10 самых лучших. Здесь нет понятия табеля о рангах вовсе. То есть это просто 10 отдельно выкрученных произведений, к каждому из которых применяется совершенно новая модель чтения. То есть, по большому счету, это не об архитектуре, а это эстетический проект. Он предлагает 10 различных подходов, показывая, как каждому произведению можно найти свой ключ. Совершенно не похожий на предшествующий. Это не 10 раз одно и то же анализируется. Если кому-то будет интересно, то можете книжку полистать, пока идут лекции. Но она мне для чтения лекции не нужна. Чем она интересна? Тем, что здесь приводится в том числе большое количество графиков с объяснением логики функционирования пространства. Чего невозможно посмотреть из фотографий этих архитекторных произведений. То есть архитектор-то все-таки мыслит пространство. А когда мы смотрим на фотографию, но мало того, что фотография это пространство существенно искажает, думаю, это объяснять не надо. Но и даже наш взгляд на произведение с внешней стороны не может показывать, как на самом деле оно в целостности функционирует. Что еще будет в этой книге Айзенмар? Он противопоставляет оптическому восприятию визуально. То есть то, что мы называем зрительным восприятием, он бы назвал оптическим. То есть это восприятие глазом. Он противопоставляет этому визуально, то есть восприятие разума, как он сам пишет. То есть он пытается именно эти произведения считать. Возможно, если у нас будет достаточное количество времени, я проанализирую в дальнейшем на одной из лекций хотя бы одно произведение. Это Дон Фартсуарт Нисс Ван Де Роя, Людвига Нисс Ван Де Роя. Потому что этот анализ просто потрясающий. Конкретно Айзенмар в этой книге, который просто переворачивает представление о том, как можно читать архитектуру. Так вот, ссылаясь на Жака Деррида, с которым он сотрудничал, это крутнейший философ 20 века, Айзенман вводит понятие неразрешимости. Дело в том, что неразрешимость, очень часто, когда поверхностно относятся к постмодерну, понимают, что неразрешимость, это как будто неясность. Но, заметьте, неясность, противопоставленная ясность, это бинарная позиция, которая как раз и Деррида, и Айзенман всю жизнь пыталась избегать. Что такое неразрешимость? А мы с вами в прошлый раз разбирали на примере мемориала. То есть неразрешимость, это когда этот мемориал может быть и рядом каменных гробов, он может быть и застройками типа концентрационного лагеря, он может быть и следом стирающейся памяти, он может быть еще много-много-много чем лабиринтом, да, и так далее. Но вот только не чем-то одним из этого. Вот фундаментальное измерение неразрешимости. То есть неразрешимость предполагает не любую точку зрения, а именно невозможность выбора в пользу какой-то конкретной точки зрения. А это совершенно не одно и то же. А, то есть просто очень поверхностное вращение постмодерна, которое по сути господствует, в том числе и в нашей стране. Это значит, что постмодерн это любая точка зрения. Нет, постмодерн это все точки зрения. Невозможность исключить ни одну из них. А это совсем не одно и то же. Такой подход даже не предполагает, то, что каждая из этих точек зрения в одинаковой степени релевантна. Просто они есть. И невозможно их исключить. Какая-то более легитимная, какая-то менее. Сегодня же мы поговорим немного о более абстрактных концепциях, чем это было в прошлый раз. В прошлый раз была такая лекция достаточно простая, потому что я показываю ключевое, опять же, произведение. Это тоже один из моих принципов методологии. Именно центробежное, а не центрострелительное. Не давать хронологии, а давать сначала самое важное, а потом хронологию. Потому что иначе просто оказывается, что какие-то детские произведения любого автора предоположены в ОШД. То есть он дает хронологию. Понимаете? Ну, то есть центробежный принцип противорез принципу центрострелительного. И еще одна очень важная вещь, это отказ разделения субъекта биологического и субъекта творческого. То есть я не буду вам рассказывать биографию этого автора. Вольтеру, для нас даже не принципиально важно, когда он родился. Ну, я могу сказать, я это знаю. Но это не имеет никакого значения. Как автор, он родился в 60-е годы. Потому что до этого у него не было никаких построек. То же самое, как, понимаете, биологические субъекты, субъекты общественные, это совершенно разные вещи. Если Артюр Гринбо, не достигнув там 20-летнего возраста, прекращает писать стихи, но проживет еще очень много, то это никакого отношения к нему, как автору, уже не будет иметь. То есть если бы мы были его родственниками, наверное, нас бы интересовало его биологическое время. Если мы интересуемся именно как авторами, то нас интересует только то время, когда он функционирует так автор. И только в том порядке, от точки его максимального влияния на культуру, от точки его выражения, до стальной стороны. Сегодня мы попробуем как раз задать хронологическое измерение, потому что логическое мы в прошлый раз обозначили. Я показал его мемориал, которым он прославился. Это единственное его произведение, икона, как он сам называет. Иконы – это своего рода визитные карточки места. Для Берлина именно этот мемориал стал сейчас иконой, одной из самых посещаемых памятников Европы. И сегодня я бы хотел поговорить о проекте Айзенмана и Деррида. Этот проект обычно в философии именуется деконструкцией, а в архитектуре – деконструктивизма. Проект коснулся всех направлений искусства, более того, прежде всего, литературных текстов, потому что Деррида – не только философ, он прежде всего литературный критик. То есть эти тексты направлены, его тексты направлены на слово, прежде всего. И поэтому, я думаю, что для вас это будет очень и очень важно. Здесь вы видите, как раз Айзенмана стоит на форме своего знаменитого памятника. Но что же такое деконструктивизм? И какие истоки в него были? Для этого нам придется шагнуть достаточно далеко в историю, в начало 20 века, и что любопытно, в нашу страну. Дело в том, что истоки деконструктивизма лежат в авангарде 20-х годов именно отечественной, русском авангарде. Это направление называлось конструктивизмом. В Москве таких памятников, причем шедевров этого направления, не счесть. Ну вот здесь не надо далеко доходить на сельдором основе. В чем логика конструктивизма? Первое. Это геометризм, то есть зримые геометрические формы. Если вы, например, посмотрите на предшествующую эпоху, на эпоху Модера, вспомните какие-то знаменитые постройки Шехтеля, ну хотя бы и Ярославский вокзал, то геометризма вы там не обнаружите нисколько. И для сравнения представьте вот сельдором. Следующее. Это лаконичность формы и то, что Айзенлан называет «работа с картезианским пространством». Под ним он подразумевает сетку координат без применения сил. И, кстати, вот листочек этого сетка координат. Если бы применялись силы, он бы мог искажаться. Ну, одним из, на мой взгляд, наиболее показательных примеров конструктивизма – это у нас школа 494 на Автозаводской. Она выглядит вот таким образом. Как кубик Рубика повернутый на самом деле. Как кубик Рубика. Только заметьте, кубик Рубика в 1974 году создан. А эта школа к десятилетию «Октябрьской Левыгодской» создавалась. Ну, если вам это интересно, можно просто съездить и посмотреть само здание. Его фотографии в сети его адекватно. как скажут. Это первый автозаводский проезд два. Прямо на выходе фактически из метроавтозаводской. Иконой же конструктивизма в России считается вот это здание. Это дом культуры имени Зуева. Лесная-18. Постройка Ильи Голосова. Этот дом сейчас не в самом лучшем состоянии, к сожалению. Как и большинство построят конструктивизм. У нас это не очень занято. Ну, здесь очевидно. Простые формы. Идеально считываемая геометрия. Вот. И работа именно с картезианским пространством. Здесь нет никаких искажений. Ни каких-то необычных вогнутых или выпуглых поверхностей. Ну, это в принципе символ данного направления. В западном мире это же самое направление называлось интернациональным стилем. И вот сюда попадут все самые известные архитекторы первой половины 20 века. Это Ле Корбюзье. Это Людвиг Мисс Фандерроя, Фрэнк Лойт Райт и соответственно Вальтер Группиус. То есть те люди, которые создали современного типа жилищ. То есть жилища такое, какое мы знаем его в принципе по сей день. Ну, это одна из самых известных построек. Это Баухаус Дасау, это Группиус. Это не просто постройка в стиле интернациональном, в интернациональном стиле. Это здания, где разрабатывались эти архитектурные постройки. Это альбоматор, так сказать, интернационального стиля в принципе, да, как такового. но в принципе, мы пожинаем плоды этих идей до сих пор. Это блочного типа постройки, но где из определенных рассчитанных модулей можно составить любой дом по необходимости. До Корбюзье такого и просто не существовало. Каждый дом строился фактически с нуля. А сейчас есть некие определенные модели, типажи и можно в каждое место воткнуть скомбинированных, как из конструктора лего, да, из уже готовых деталей необходимы подходящие под нужды этого места дома. Лидер американского ветви интернационального стиля Хилип Джонс сформулировал его тезисно. Это три тезиса, которые стали ключевыми для первой половины 20 века. Первая это создание пространства и объема, а не масс. но если вы посмотрите особенно на старинную архитектуру каких-то романских церквей, то это именно масс. Там нету логики движения пустоты и очерченного места. по сути случаях. В лучшем случае есть прорези падающие на алтарь сверху. На самом деле такая ситуация не особо менялась в последующие века. Хотя стили менялись, менялись методы по сути, тем не менее именно функционирование пространства незаполненного, его чревения и есть одно из качеств потенционального стиля. Второе это предпочтение отданное балансу а не симметрии. То есть для конструктивизма характерен баланс а не симметрия. Это одно из основных положений. И наконец исчезновение декоративных элементов. Собственно что и сделал этот стиль интернационально. То есть понимаете что геометрические фигуры во всех странах мира одинаково. Если мы лишаем здания его характерных черт то есть орнамента как допустим у того же Шехтеля на Ярославском вокзале то естественно здания созданные в Бразилии здания созданные в Германии или в Соединенных Штатах будет выглядеть примерно одинаково. Вот классический пример подобных построек это декорюзей это вилл носовой или более правильно сло здесь можно наблюдать сразу все из этих положений но вы видите что массы здесь нету абсолютно сама постройка поднимается над землей даже она как бы парит в воздухе мы можем ее даже снизу обозреть то чего никогда не было в истории до этого у нас дома получается всегда стояли на земле нижняя часть была привязана к ее поверхности к поверхности земли и она не могла быть рассмотрена взглядом здесь она может быть уже полностью рассмотрена взглядом здесь именно пространство свободное господствует над массой заметьте на террасе вот эта постройка она не симметрична нижней части здания но уравновешана ей вот эта постройка на террасе выдвинуто вперед здание в то время как вход здания вот цокольный этаж отодвинут к задней части они даже похожи но они уравновешивают друг друга не являясь они не одинаковые и наконец полное решение дюклора ну то есть такое здание навряд ли мы бы смогли угадать что это именно франца но это может быть где угодно абсолютно и любопытно что именно в творчестве Ле Корбюзье да и других представителей интернационального стиля постепенно вызревают идеи взрывающие вот эту же модель которые приведут к редаконструктивизму дело в том что Корбюзье прославился сформулированными им пятью правилами это канун в чистом виде пилоны то есть он говорит что здание не должно воровать землю собственно поверхность здание должно умножить ту поверхность на которой оно возводится то есть получается освобождается земля под ней можно ходить под зданием и на крыше разбивается пар то есть получается здание не ворует площадь а удваивание помимо этого фронтальное остекление полное максимально позволяющее проникать солнечному свету и использовать именно воин свет искусственный решение какого бы то ни было ни пора и свободная планировка здание до Корбюзье держались на стенах здесь они держатся на перлах и поэтому внутри может быть любая планировка такая какая нужна для нужд того или иного места вот такой канон но вся мотивация этого канона у Корбюзье была завязана на то что здание это машина для жилья то есть он строит здания такими потому что в них удобно жить таким образом и все бы было хорошо в этом каноне и все с ним так и было пока после второй мировой войны ему не заказывала церковь а вот тут-то возникают определенные проблемы теперь представьте что этот канон оказывается неизменен но он создавался под нужды жилья человека а церковь по определению это то что должно отрываться от бытовой света то что ей противоположено человек должен забыть о своем быте и соответственно посвятить определенные минуты или часы и мыслям да мыслям возвышенным и когда он обращается к постройке церкви сама изначальная логика вот этого его канона потребовала отказаться от большинства этих положений то есть если он построит церковь по этому же канону получается что он построит церковь вот она взрывная изначальная еретическая сущность канона как такового так как канон был заточен под определенные нужды когда нужны сменились канон взорвал сам себя по большинству списков это произведение считается самым известным архитектурным строением центра это капелла враншане в аргузе построена в 50-м 54-м году что мы здесь видим а мы здесь видим следующее ровное пространство картезианское уже начинает искажаться воздействием сил причем сил для нас незримой потому что что заставляет эту крышу или купол куполом это не назовешь это не кримитация шатра паломников идущих в святую землю так вот эта крыша искажается под действием совершенно непонятных для нас сил то чего не было ни в одной ранее постройки ни у конструктивистов ни у авторов работающих в интернациональном стиле здесь все изогнуто совершенно уникальное внутреннее пространство этого произведения здесь нету той строгой несимметрии даже баланса который мы наблюдали в вилле слой для того чтобы соблюсти канон его же приходится разрушить не так давно была построена еще одна церковь по проекту Турбезья проект был но она не была запрещена ее воплотили уже в 21 веке и там тоже церковь весьма и весьма примечательна совершенно не похожа на его жилые построения вот как бы какую шутку может сыграть канон и именно вот это внутренний взрыв который происходит у Корбезье при проектировании постройки капель Левраншани и становится ключевой точкой для начала такого направления как декунструктилизм потому что обычное пространство пространство прямых углов начинает функционировать очень ключевым образом и как я уже показал во многом взрывается мое себя для деконструктивизма одним из важнейших положений является положение Деррида о возможности архитектуры превозойти самую себя выйти за свои же собственные рамки покажу как в дальнейшем развивалась мысль Корбезье потому что он по сути является предтечей декунструктилизма одна из последних его построит это Карпентер Центр Соединенного Штата это уже 61-62 год то есть если работа Деррида грамматологии в 67 то это фактически наклонно Смотрите в чем основная прелесть этого произведения два входа огромных в это здание образованы гигантскими пангусами пангус это такая лестница без ступенек некая восходящая так вот если рассмотреть внимательно саму структуру этого здания то окажется что человек входящий с одной стороны и с другой в эту пангусу совершает поворот внутри своего рода это пространство заворачивается в два торнадо вращающихся в противоположном направлении что из этого вытекает объект один произведение одно центр один здание а он распадается на два автономных элемента и при этом не полностью распадается вот оно неразрешимость и внутреннее превосхождение самое себя когда единый объект взрывает самое себя и распадается на дискретные части это особенно интересно подчеркнуто еще бетонными солнцезащитными бетонами которые направлены в противоположную сторону от движения по партусу то есть это еще максимально нутрировано противовращение центробежные центростремительные силы в этом архитектурном объекте то есть в принципе это произведение уже могло бы с полным основанием считаться отправной точкой конструктивизм интересно то что примерно аналогичные вещи происходят в других видах искусства но в частности в живописи это не только атрибутика архитектуры дело в том что если вы в 20-е годы как вы знаете в противовес исканиям авангардистов художников усложнявших свой язык возникает такое направление как кулизм ратующие за чистые цвета понятные объекты очень простые то что возникло в противовес кулизма да это тоже Корбюзе Корбюзе еще крупный художник он один из основателей кулизма за кого в 60-е же годы в противовес нью-йоркской школе авангарду уже новому авангарду 60-х годов появляется такое направление как хоп-арт которое тоже говорит о новых цветах простых вещах и очень простых формах но если сопоставлять одно направление и другое то вот это придется сопоставить с интернациональным стилем видите абсолютная простота нет массы да есть структура очень лапидарное изображение как простота фасадов у этих зданий и наконец оно не загеометризовано в смысле симметрии оно уравновешено в плане баланса то есть большее количество объектов здесь уравновешено бутылкой стоящей стои но они не симметричны если же мы сравним произведение поп-акта начала 60-х годов то вы получите абсолютный аналог того что мы видели в Карпетерцентре у Каргузья ну вот допустим у Ахава это произведение создано в том же самом году что Карпетерцентр Каргузья это большая банка супа Кэмпбелл с консервным ножом что мы здесь наблюдали во-первых два объекта объединенные в единое действие но тем не менее абсолютно два отдельно объекта более того так как они сильно перекошены по отношению к центру картины и мы видим нож с антопыренным штопором который намекает на процедуру действия открывающего этого банку то мы видим абсолютно такие же две два вектора противовращения понятно что эту банку для того чтобы ее открыть она должна поддаваться воздействию силы противоположных иначе она просто едет вместе с этим самым ключом и интересным моментом на этой картине является и то что отсутствуют собственно руки открывающих это вносит идею неразрешимости так как подобная картина может быть интерпретирована уже крайне двояки даже множественным образом заметьте 62-й год и там и там Америка и там и там это Корбюзе построит как интерпретарь это в Соединенных Штатах именно в этой стране родится Айзенман который создаст дезинструктивизм под направлением более того в 60-е он уже начинает работать правда чуть позже или вот такая замечательная картина этого же самого года как вы думаете что на ней изображено правильно а что еще может изображать там бокалы ну то есть можно в просветах увидеть другую фигуру нет увидеть можно конечно немного что смотрите дело в том что мы видим то что эти бутылки на самом деле не имеют никаких ограничений понятно что они продолжаются из-за предела полотны это конвейерное производство продукта потребления таким образом картина является своего рода границей самую себя то есть это картина которая впервые в истории изображает саму картину то есть она с одной стороны изображает действительно множество бутылок кока-колы опять же никак не определенных они объединены просто холстом так же как некоторые слова могут быть просто объединены самой бумагой на которой они записаны с другой же стороны эта картина является рамкой для самую себя это просто ограниченная возможность восприятия этого множества все здесь это двойственность противоборство внутри одного произведения которое мы видели у Корбюзье и на более ранней на то вы смотрели сегодня картине Руахова не по аналогии ранней а по времени ее рассмотрения здесь же эта бинарность прописана на другом уровне это и картина изображающая объект и картина изображающая посредством объекта сама для себя и того то есть в начале 60-х годов все предпосылки к появлению деконструктивизма сложились уже в области именно на вот такую почву уже подготовленную и приходится творчество раннего Айзенманда просто можно было начать прямо с него но так как у меня нет никакой гарантии что вы представляете себе что такое интернациональный стиль а именно с него начнет Айзенманд а во вторых то есть мне нужно было показать еще одну вещь как именно из интернационального стиля посредством его разрывания вызревает деконструкция для кого ранние постройки Айзенмана он входит в мир архитектуры тогда же когда выходят ключевые работы по деконструкции в 67-68 будут выпущены во Франции о грамматологии Террида смерть автора Голлана Бахта работы Юлии Кристевой где она ведет интертекстуальность как понятие все самые важные работы по анализу текста второй половины 20-го века появятся как раз в эти же самые годы когда Айзенманд начинает свою карьеру как архитектор Заметьте чем любопытны эти постройки да они еще очень похожи на интернациональный стиль на то что мы с вами смотрели ну даже в какой-то мере на билусовой но здесь есть весьма интересная вещь здесь есть игра между пространством реальным то есть отгороженным стенами и пространством намеченным намеченным в данном случае пилонами выпирающими за пределы здания в том числе и так скажем работа воображения наше восприятие этого произведения вот держится но том что правда имеет плотность да на стене и на стенах лишь виртуальный намечен вот проект этого дома как вы видите здесь ничего выходящего за рамки того что он называл карфизианским пространством нет пока что это просто работа с формой следующий же слой дом он продолжает следующем доме эти идеи дом возможно более эстетично оригинальный этот проект заметьте особенно это вот здесь видно насколько усиливается вот эта игра между пространством плотным и пространством не заполнено первым самостоятельным произведением которое можно действительно назвать уже деконструктивистом наверное третий дом он уже в начале 70-х закончен постройкой смотрите насколько уникальная постройка во-первых здесь уже очень сложно разобрать изначальные геометрические формы а во-вторых здесь игра доходит просто до предела здесь сложно сказать где здесь внутренние стены а где внешние например вот эта стена уходит вовнутрь и самое это забавное что здесь она симметрично отражается но исключительно только внешней стены естественно внутри дома не уходит если мы посмотрим как развивается этот проект собственно на график то мы обнаружим почти тождественность с картины идиохова сложности представить что график при создании произведения искусства может быть одинаковым с картиной и тем не менее смотрите что мы видим в первом ряду ну это нечто вроде кубика рубика это обычное картезианское пространство поделено на равное объем что он делает далее он делит его линиями повернутым на 45 градусов это стены будущие а далее он делит его еще раз здесь этого к сожалению не видно еще один угол в 45 градусов прописываем пароходами в каждой из этих стен они тоже смещаются в честном обилие черкнуто и по линии пароходов он разделяет на большой объем и малый объем что является собственным зданием как таковым а теперь посмотрите вот такое сравнение я специально развернул орхов в другую сторону чтобы было нагреть вот они одни и те же тенденции священие симметрии симметрия нарушена малый объект большой объект и они находятся в нервном противоречивом взаимодействии то есть ту же самую картину я хочу показать следующее ту же самую картину орхова нужно смотреть не как мы смотрим водопад это структура вот в чем дело в данном случае больше всего очевидно повезло людям которые занимаются анализом древних произведений искусства в пещере Лоско в пещере Шаве почему потому что это текста не было анализ произведений искусства очень сильно испортила традиция привязывания к ним биографии автора то есть когда появилось эпистолярное наследие когда сейчас вот там поссорился со своим другом и написал такое-то стихотворение нет потому что стихотворение само по себе и какие как оно функционирует на уровне структуры никак не может быть связано поссорился на том потому что стихотворение это не набор тех слов и даже не набор тех образов которые это определенная структура автором которые анализировали древнейшие памятники человечества в том числе палеолитические картины приходилось хотят или не хотят заниматься только структурой чистота пульсации того или иного света расположение это на уровне стены да каким образом на уровне стены пещеры они располагаются линии соотношения прямых и изогнутых и так далее именно благодаря так скажем наследию проделанной работы в области изучения древнейших рисунков и наконец получают искусствознания методологию могущую работать с произведением искусства только на уровне структуры происходит уже только в 20 веке интереснейший пример в данном случае это шестой дом Айзенмана не знаю насколько видно я могу прокомментировать что происходит в чертежах изначально берется уже два объема два объекта то есть дом проектируется не как целостность а изначально как два абсолютно автономных две абсолютно автономных единицы эти автономные единицы начинают видоизменяться таким образом что они все время оказываются симметричными по отношению с другом то есть изменения происходят одинаковые но именно не зеркальные одинаковые и поэтому когда в итоге он наращивает эту же целую половину дома и половину дома тогда он объединяет этого дно мы получаем в итоге по сути не единство а конгломерант состоящий из двух далеко не зеркальных поверхностей разные две части дома просто объединенные волей автора и логикой единого их развертывания в одну постройку то есть на самом деле совершенно гениальная идея то есть применяется каждый из этих двух объемов одна концепция их изменения они за счет этого едины но они изначально две и потом он их развернет и объединит таким образом что они не сложатся в единстве и тем не менее они организованы одним и тем же образом вот вот его проект здесь просто уже выпьет огромное количество намеченных контуров разных объемов то есть с разной стороной тебе представьте это мы сейчас так видим а если мы будем видеть этот дом обходя его вокруг как я вам рассказывал о функционировании круглых скульптур то есть каждый раз мы будем видеть и разные стены обозначающие разный объем и разные намеченные стены обходя такой дом вокруг он функционирует все время пульсирует это дом который реально изменяется изменяется его пространство вот в чем как бы суть идеи которую пытается донести здесь Айзинмам идея изменяемость пространства здания оказывается процессом понимаете мы всегда привыкли что здание это нечто незыблемое как калон то что поставлено то что никуда не денется это здание более того вы никогда не сможете запомнить его объем их здесь слишком много сколько вы вокруг него не ходите у вас все время будет продолжаться изменение его восприятия вот здание становится процессом и заметьте как это выглядит сколько здесь уже объемов обозначено это уже не один виртуальный куб и один реальный тот лишь намечен а это огромное количество намеченных виртуальных кубов по отношению к реальному постройки ну вот как она выглядит на самом деле с двух разных сторон видите при каждом повороте это совершенно разная постройка ну и постройка по тем временам очень неронгар тем не менее все что я показал сейчас во первых это в большинстве случаев все таки работа не на уровне текста и так скажем если пристальное чтение может быть применено к этим зданиям то по крайней мере эти здания пока что авторам как тексты не выслится все что я вам показывал это очень интересно это здорово на уровне структуры но их нельзя вывести на уровне культурального кода то есть то что я вам показывал на уровне мемориала его интерпретации где это была именно символ интерпретация такой это смысл такой это смысл такой это смысл здесь может быть пока только структурная интерпретация на уровне смысла именно к смысла культурного кода это вывести нельзя и именно это возможно способствовало кризису которому приходит эзенман 78 он проходит курс психоанализа и он открывает для себя пространство бессознательного дело в том что именно в это время происходит радикальный пересмотр наследия фрейда фрейд очищается впервые от критики и так называемое опровержение фрейда оказываются просто недостаточно внимательным чтением любопытно то что из всех мыслители работающих гуманитарной области фрейд который родился в восемнадцать в девятнадцатом веке и жил в первую третье двадцатого попадает то есть он в двенадцатом номерном цитируемости можете дай себе такое представить понятно что цитируется в большинстве случаев относительно недавно но вот еще покажу пример из этого же здания она на самом деле уникальна абсолютно потому что заметьте здесь даже на уровне этажей не отделяется не везде отделяется пол он не сплошной но это на внимательность хорошего значения потому что можно без лестницы спуститься причем навсегда и помните когда мы анализировали мемориал у него там была потрясающая совершенно находка выпуклые плиты на уровне внешней составляющей мемориала отражались вогнутыми на уровне его подземной части там они как бы в противоположные вогнутые такие же пространства как бы взгляд из потустороннего мира уже в ранней своей работе он делает почти то же самое это лестница обычная а эта лестница на втором этаже она с противоположной стороны тоже выглядит как лестница более того это максимально подчеркнуто сопоставлением зеленого и красного цветов чтобы еще это акцентировать на этом внимание то есть здесь это пока что сугубо конструктивное решение идея сугубо формальная здесь же это уже идея культурным годом обогащенная идея со смыслом что называется кстати интересно азинман будучи нашим современником ключевая тема его лекции это борьба с искусством где есть только форм форма без содержания такой каюк азинмана по которым он читает кучу лекций и любопытно что нам кажется что его постройки исключительно формальны на самом деле для него нет более того как бы не казался абстрактным вот это произведение которое мы с вами в прошлый раз анализировали азинман к примеру настаивает на том что у каждого его объекта есть культурный контекст и для каждой страны он строит совершенно по-другому то есть это уже нарушение интернационального стиля это полностью развився он считает что в каждой стране есть свои национальные традиции и они должны отражены в этом произведении искусства ну вообще я вам показывал версию где эти плиты похожи на ряд городских джунглей на дома вот если вообще посмотрите на современный берлин то в принципе вот так и выглядит в каком-то смысле это имитация вот этой типизированной застройки современного берлина который более неприглядный чем многие районы москвы но доклад 78 года он обращается совершенно к новому для него измерению измерению условно назовем его иррационального потому что это не совсем так потому что в 70-е годы фрейдизм становится популярным благодаря учению жака лакана именно лакана очищается фрейда от критики фрейда и согласно этой концепции лаконианской концепции бессознательно структурировано ничуть не хуже чем сознание тогда жесткая структура поэтому так скажем иррациональная не в смысле противоположено а национальному а смысле как иная форма организации не хаос просто иная форма организации вот какую приводит цитату сам да что именно тогда я начал путешествовать после подсознания уходить самоанализ и все меньше ориентироваться на рационалистические функции монстров это вызвало сдвиг в моей архитектуре но сдвиг на самом деле был принципиальный и не только в области подхода к архитектуре но и на уровне самих заказов то есть все постройки которые мы с вами смотрели но по большому счету если называть вещи своими именами это дача просто дача в этом и не более того такими домами архитектору вы прославиться не сможете хотя любопытно но путь конбюзье примерно такого же архитектор которого благодаря пяти тезисам знали во всем мире на тот момент еще не построил ничего кроме дача он строил много где он строил во франции и швейцарии но первого его большой заказ это ссср для карбюзье это тот дом который и по сей день стоит на проспекте академии косаха случае же с айзенланом случилось примерно то же самое первый свой заказ он получает не на не в соединенных штатах а в германии в берлине в котором потом предстоит создать фактически вот такой который из розового армянского клуба но он уже настолько почернел изначально он был розы это здание центра союзов так называемая центра союзов на пересечении мясницкой академика сахарова это первая крупная постройка карбюхи в принципе где впервые эти пять принципов и были воплощены на улы небольшого здесь же в берлине восьмидесятые годы айзенлан воплощает принципиально новую идею совершенно новые которые расширят его архитектурные приоритеты и которые уже можно считать деконструктивисты это просто живой сам обычный но что в нем необычно здесь появляются уже те самые силы которые я показывал на примере скорбезья этот дом или несколько углов смещения причем эти углы очень маленькие на самом деле оказывается наш взгляд воспринимают угол смещения именно так воздействие силы когда этот угол достаточно маленький в конце концов в своей карьере где-то и в середине айзенман рассчитает это 12 и 25 сотых градусов смещения наиболее острого воспринимаемого нашим глазом тогда он начнет уже эксплуатировать конкретно этот угол здесь пока это делается интуитивно это не рассчитано но вы видите насколько любопытно выглядит самопостройка насколько здесь далеко он отходит от логики геометрических вот этих построений симметрично то есть даже дом который я вам показывал где берутся два изначально напарных объемов и с ними происходят метамохозы тем не менее он следует единой логике применительно каждому из этих элементов здесь же об единой логике какой бы то ни было можно благополучно забыть достаточно взглянуть на оформление окон это именно иллюзия симметрии вот она своего рода структура бессознательно структура бессознательно нечто не нечто гибкое перетекающие хаотично это еще более дробное чем то что есть но сознательного это конечно воплощено совершенно потрясающе вот проект этого дома смотрите какие здесь ось и так не совпадающая с этим получается этот дом как будто бы сделанный ровно сдвигается под действием незримых для нас сил в определенную причем как бы разрезанную да то есть не искривляется как у корбюзье а именно сдвигается на уровне этажей это первая постройка айсенмана которая по сути отрицает уже все основные положения интернационального стиля потому что дом достаточно пёстрый повторюсь еще раз покажу он не просто белая стена какие мы наблюдали в первых его постройках и во вторых этот дом уже являясь постройкой на которую воздействуют силы понимаете в чем как бы интерес этих самых сил дело в том что айсенман утверждает что мы их ощущаем чуть ли не на физическом уровне когда мы видим постройку на которую рассчитано как будто она чем-то вряд ли она чем-то искажена это именно такой же уровень напряжения как ну там предположим диссонанс музыки то есть мы это физически воспринимаем как движение определенное движение на уровне самого пространства такая пульсация в доме создает именно художественный эффект эффект непереводимый на уровень слова но тем не менее эффект близкий слов дом имел значительный резонанс он почти сразу же с ним выпускается марка в германии он 87 года если не изменяет память и еще один ракурс здесь наиболее хорошо видно вот это траектория отклонения смещения этажей еще заметьте как пульсируют высокооком они не симметричны они не одинаковые вверху больше да потом меньше опять больше и меньше и больше дальше уже ряд нарушается дальше уже идут только большие окна было бы интересно провести социологическое исследование как меняется мышление у людей которые живут в шедеврах архитектуры особенно в таких шедеврах которые изменяют само пространство там интерьера очень много чего стоит что у нас нужно прерваться или еще есть ли мы можете сделать . давайте сделаем небольшой перерыв да а сколько мы начинаем в час 10 вот и в час 10 мы продолжим там самое интересное будет какие answered 24 25 Продолжение следует...